Доброе время суток, моя семья, моя интернет-семья и все, кто только что к нам присоединился. Доброго времени суток. Я выражаю свои соболезнования всем погибшим в пожаре в московском аэропорту Шереметьево. Там были, по-моему, рейс из Мурманска в Москву, авиакомпания Аэрофлот. Самолёт был сухой суперджет. Что я могу сказать по этому поводу? Поскольку я работала стюардессой, у меня есть некий опыт. Прежде чем выразить сразу свою точку зрения на это происшествие, А это, безусловно, из ряда вон выходящий случай. Из ряда вон выходящий. Это большая редкость, когда 41 человек погибают. Большая редкость. На посадке, несмотря на то, что самолёт загорелся. И, почитав форумы, ну, уже доводит до смешного, когда бортпроводников начинают винить. Да бортпроводницы – это вам не официантки. Бортпроводницы – это не подай, принеси, иди не мешай. Поймите, бортпроводницы – это те, кто спасает ваши жизни. Нет, ни первый пилот, ни командир экипажа бежит спасать вас. Нет, ни второй, никто. Нет, только они. Вот вы в их руках. Но, если вы чётко выполняете то, что они вам говорят. Посмотрев на эвакуацию, я пересматривала несколько раз кадры. Снова и снова. Я смотрела эти кадры и внимательно останавливала, и смотрела, смотрела снова и снова, как они выходят друг за другом. Вот, стоп. Сначала идут... Сейчас. Вот я всё время просматривала, как выходили, как выходили, в какой последовательности. И знаете, что я заметила? Что вот спускается, да, один, потом стоп, вот как бы идут один-один-один, потом раз какое-то мешканье, замешкались, потом только ещё один, потом один-один-один, потом раз замешкались, потом ещё один. Вообще, прежде чем начать говорить на эту тему, и я просматривала более десяти раз, а то ещё и больше, раз за разом я смотрела, как эвакуировали пассажиров. Нету претензий абсолютно никаких, и не должно быть к бортпроводницам. Они герои. Они герои всегда. Они всегда первые. Они всегда спасают. И вы знаете, у нас есть строгая инструкция. Мы должны произнести такую фразу. не открывать отсеки, не брать багаж. Дальше мы говорим, расстегнуть ремни, снять обувь на выход. Всё. Вот это мы говорим, что должны делать люди. Например, в Японии или в других странах, когда я училась на стюардессу, нам чётко рассказывали и примеры приводили. Люди очень дисциплинированы. Был случай в Японии, когда самолёт практически весь сгорел полностью, вообще ничего не осталось. Но был эвакуирован каждый пассажир. Вот ситуация была практически такая же. И когда я училась, нам рассказывали про самолёт Боинг 707, который в 1968 году британской авиакомпании он выполнял рейс из лондонского аэропорта Хитроу в Сидней с промежуточными посадками в Тюрихе, в Швейцарии и Сингапуре. Он загорелся сразу после взлёта. Это не посадка. Это не на земле. Это вот сразу после взлёта. Внимание! Загорелся сразу после взлёта. Это тяжёлый, очень тяжёлый случай. Когда ты на земле уже и загорелся, это другое. А после взлёта это очень тяжёлый случай. Экипаж сумел произвести экстренную посадку в аэропорту вылета. Но к моменту остановки лайнер был уже охвачен полностью огнём. Полностью. Представляете, какая скорость? Оно же сразу. И там находилось 127 человек. Погибло только 5. 5. Причиной пожара там неисправность. Ну, в общем, не важно одного из четырёх двигателей. Но, вы знаете, это поразительно. Но люди настолько были послушны и выполняли чётко, что им говорили бортпроводники. ни минуты не мешка, ни секунды. Какие минуты? Здесь секунды. Ведь даётся 90 секунд. Это норматив у нас такой. 90 секунд. Каждая секунда – это человеческая жизнь. И тут я смотрю, наблюдаю, как с чемоданами, внимание, с чемоданами эвакуировались люди, с чемоданами, с сумками. И тут я берусь за голову. Для любого человека, который работал и был связан с авиацией, особенно бортпроводницы, они знают, что такое. Открыть отсек, вытащить сумку, вытащить свои вещи, вытащить чемодан и потом идти. Сейчас у меня нету никаких претензий ни к тем, кто вёл лайнер, ни к тем, ни к бортпроводницам, ни в коем случае они герои. Они герои, я вам сразу говорю. Они герои. Вот можете это по всем сайтам и по всем тем людям, которые их сейчас осуждают, за их гроши. Они постоянно рискуют своей жизнью. Они герои. У меня вопрос к тем людям, которые выходили с чемоданами. Так вот, каждый чемодан это жизнь того, кто сзади. Вот это мой ответ. Да, может быть, я слишком строга, слишком, но я знаю, о чём я говорю. поскольку я работала бортпроводницей. И я была стюардессой. Я знаю, о чём я говорю. Вы знаете, вот эти 90 секунд норматив, тут учитывается и ширина, вот ширина выхода. Здесь быстрый шаг, здесь ни единого замешкования. А какие сумки, какой багаж, о чём вы говорите. Чётко нужно проходить то, что вам говорят. Не мешкаться, не доставать никакие сумки, ничего. Каждый чемодан это жизнь человека. А здесь достали из отсека чемоданы, сумки. Конечно, те, кто был впереди, они в переднем, впереди, они спаслись. они не задумывались о тех, кто сзади. Вот такой народ пошёл теперь. Вы знаете, либо вещи, либо жизни. Вот непослушание. Вот те 41 жизнь, это каждый чемодан и каждая сумка. Вот это я знаю, что сейчас будут писать, да, вы же там разные ситуации были, когда я летала. всякие ситуации и к выходу бежали, хотя высота была 10 тысяч метров. Нет, дорогие мои, я вам хочу сказать одно. Люди, сидящие впереди, мало того, что они сидят в более элитных условиях, чем те, что сзади, эконом-класс, но они ещё свои чемоданы взяли, они ещё свои сумки из отсека вытащили, они украли жизни тех, вот каждый чемодан это украденная жизнь тех, кто сзади, их не интересовало. Хотя одна секунда это шаг. Раз, 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 каждый должен вылетать сразу и подряд, а там видите, как я пронаблюдала, раз, 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 потом мешканье, это кто-то с чемоданом, потом опять раз, раз, потом опять замешкались, потом опять раз, раз, посмотрите внимательно, посмотрите на эти кадры. Я люблю тщательно ко всему подходить, тщательно понять, почему такие большие жертвы, не должно было быть столько жертв, при лучшем раскладе вообще даже жертв не должно было быть. вот этот вот горючий пластик в салоне самолета, он выделяет, ну, нам так рассказывали, синильную кислоту, и люди, которые надышались, они даже не столько от пожара, сколько вот от этих паров погибают, даже после того многие, когда выходят, понимаете, если вы думаете, что не было вот таких неудачных, совсем неудачных эвакуаций, были, были, и 85-й год, нам рассказывали, 1985-й год, Boeing 737-й, тоже британская авиакомпания, из Манчестера на Корфу, это в Грецию, там загорелся он сразу после начала разбега при взлете, это тоже сложно считать, экипаж успел остановить самолет на полосе, сгорела задняя часть лайнера, из-за задержек при открытии аварийных выходов и эвакуации погибли 55 человек из 137 находившихся на борту, очень долго открывали аварийные выходы, здесь же были открыты, вообще молодцы, что открыли борт проводники аварийные выходы сразу, борт проводницы, умнички, умнички, вот все аплодисменты, конечно, этим героям, этим героям, и люди с чемоданами, конечно, меня просто поразили, это то, от чего я не могла отойти, я не говорила первый день и второй день об этом, потому что я никак не могла вот в себя прийти, почему с чемоданами, я еще раз смотрела, еще, думаю, почему с чемоданами, даже когда у нас были тренировки, знаете, как надувные трапы, все, и вот мы пока такие учебные, учебные тренировки, то ни о каких чемоданах речь никогда не шла, просто по надувному трапу, один за одним, один за одним, не мешкая, ни секунды, ни полсекунды, один за одним должны были покидать самолет, и вот тут эти чемоданы, это, конечно, меня ввело в такой ступор, команда всегда такая, расстегнуть ремни, снять обувь на выход, все, никаких вещей, но это я говорю лишь для того, чтобы не дать Господь таких никогда больше не произошло катастроф, но мало ли, что в жизни случается, никогда не мешкайте, никогда жизнь человеческая важнее всего, люби ближнего своего, как самого себя, а теперь эти чемоданы, они будут лежать дома, но каждый чемодан это человеческая жизнь, будьте благословены вы и ваши близкие, я люблю вас. м 帶 м м м м м м м Продолжение следует...